Ты сам тебе хотел бы удачный? Василий мой, удачный? Вроде нормально. Всем привет, друзья! Как и давно я вам обещал, я решил сделать такое видео о том, как же по-настоящему выучить английский язык. Сразу скажу, мы опять снимаем в Артура студии, но я думаю, вы это видите. Также будет присутствовать Артур, он вам может даже показать. Он дипломированный специалист, потому что он закончил... У него есть высшее образование, он учитель английского языка. Так что он сможет дополнить мой ответ для вас. Так что первое, что я вам хотел сказать, это то, что никаких секретов вообще не будет, и всё равно придётся учить. То есть вот сколько лет ты учишь уже английский? Я 10 усиленно учу. То есть я учил 4 года, ходил на курсы, и потом лет 5 вот как раз в универе учился. Вот так мощно прям. Но, кстати, лет 15, наверное, получится. В общей сумме, да. То есть вот представьте, уже 15 лет учат, и, конечно, когда вы увидите, там, вы учите английский за месяц, за неделю это всё полная хрень. Я могу добавить от себя тоже. Я учил примерно 5-6 лет на специальных курсах, и потом уже 2 года усиленно, перед тем, как я уехал за границу, и уже база появилась намного лучше. Ну что, давай тогда по пунктам расскажем. Я вам расскажу 3 пункта, которые использовал я для того, чтобы выучить английский, так как моя основная цель была уехать за границу и там работать. То есть первое, что я использовал, это программа Anki. Это как такие карточки, когда вы пишете, допустим, с двух сторон одно слово на русском, другое слово на языке, которое вы хотите выучить, и всё, и просто повторяйте каждый день. Смысл тот же самый, только в вашем смартфоне, компьютере или в любом другом портативном устройстве. Потом второй совет, который я могу сразу сказать, это вы должны не просто использовать программу, а учить как можно больше слов и стараться делать это постоянно. Постоянство – это ключ к успеху. Вы должны делать это, ну, как минимум, там, вот каждый день, пускай будет 15 минут, пускай 20 минут. Это совсем маленький примужеток времени, но это должно быть постоянно, месяц за месяцем, и со временем вы увидите, насколько сильно увеличится у вас запас. Ну и третье – это просто общение с носителями. Это то, что мне помогло больше всего. Я приехал, знал много слов, общаться толком не умел, было много проблем, но каждодневное общение вывело мой язык на просто очень высокий уровень. Ну а теперь Адур расскажет свой опыт. Я дам четыре совета, самые важные, которые лучше всего помогают выучить английский. Первое, как Саня сказал, это, естественно, нужно поселиться в какую-то там среду, например, американцев, либо англичан, и разговаривать с ними. Это самое лучшее. Конечно же, например, представьте, вы не знаете английского, вы попадаете в какую-то среду, и это гораздо лучше. То есть вам по-любому придется что-то узнавать, что-то спрашивать, там, кушать хотите, еще, ну, короче, куча всего. Это как было у меня. И вам переводить придется все, вы будете запоминать, это сто процентов. Второе, это фильмы. Фильмы. Обязательно нужно смотреть фильмы на английском, с субтитрами русскими, либо наоборот, как вам удобнее будет. Фильмы – это второе. Третье – это музыка. Надевайте наушники, куда бы вы ни шли, и слушайте английскую музыку. В любых местах, потому что развивается тогда словарный запас, понимаете больше, когда вам носители будут говорить по-английски что-то, вы будете понимать их, потому что вы слышали это в музыке. А если вы не будете слушать музыку, не будете смотреть фильмы, вы не сможете тогда понять, потому что в школах учат совершенно по-другому. Обычно учителя, которые в школах учат, они, блин, ну, они абсолютно как бы не разговаривают так, как американцы, как англичане. Это вообще абсолютно другой язык, и когда вы придете куда-нибудь, не знаю, в какую-нибудь среду, где американцы, англичане, вы ничего просто не поймете, скорее всего. Ну, фразу точно не поймете, что они сказали. Так, и четвертое, это играть в компьютерные игры. Если вы задрот какой-нибудь, то обязательно играйте на английском, потому что вам по-любому придется понять суть миссии, да, какой-нибудь там, там, описание игры, что делать и так далее. Вы обязательно будете учить те слова, которые там написаны. И это, естественно, будет откладываться в памяти, и вы будете учить английский язык. Да, и вот я, кстати, хотел добавить к твоему третьему, это то, что когда вы слушаете музыку или смотрите фильмы так же, у вас улучшается произношение именно. То есть вы будете слышать, как говорят вот такие native speaker, кто родился, кто с детства говорит на этом языке, и вы будете произносить это так же. Будете слышать корректный язык, то есть не тот, который учителя говорят там, они некоторые косячит вообще. У меня тоже так же было. Я уехал, вот понимаете, у нас в школе я учился, я учился 9 классов в школе, 5 лет на специальных курсах, я приехал в страну, и меня даже не поняли, когда я сказал слово «мама», потому что я произносил его неправильно, я произносил, как учат у нас, а там они сказали совсем по-другому. Так оно и есть. Обычно так и происходит, потому что в школах учителя, они какие-то... Ну, они могут вообще по-другому произносить. У нас вот как бы в универе учительница, она доктор, доктор, и она произносит все какие-то там... Она добавляет, например, к каким-нибудь словам, там, «are» в конце, то есть что-нибудь... «I know» вот так, типа не «I know», а «I know» что-то, и что-то, блин, что это такое? Короче, если ее слушать, ты просто не можешь понять, почему она это добавляет. То есть многие учителя там свои какие-то окончания добавляют, как-то произношение не так, какие-то слова проглатывают. Все время вот это у меня точно так. У всех по-разному абсолютно, поэтому обращайте внимание именно вот на native speakers, потому что они всегда будут вам как бы развивать и речь, развивать слух будут и так далее. Не обращайте внимания на русскоговорящих, которые пытаются вас научить английскому языку. Ну да, наверное, самое основное, что можно сказать, «разговаривайте, разговаривайте, разговаривайте постоянно». Это единственное, что может вам дать... Да, это даст больше, чем все остальное. Допустим, я уверен, что Артур, так как он учитель английского, написать даже, возможно, словарный запас или... Ну просто уровень английского у него все равно выше, потому что я просто учил его для себя. У меня больше... Но у меня выше грамматика. Ну да, намного выше грамматика, а у меня просто... У Саня разговорный, скорее всего, получше будет. Потому что я разговаривал по... Ну я просто часами. Во-первых, я провел один раз полгода, там второй раз, то есть и постоянно разговариваю, разговариваю, разговариваю. Так что... Но у меня, видишь, помимо еще как бы учителя английского, я там и переводы делал, ну да, это уже твое... Да, там репетиторство и всякое такое. Ну довольно много практики было, но это все ерунда. Обязательно нужно разговаривать с native speakers, блин, как их... С носителями языка. Да, с носителями языка, короче, я тоже разговаривал, но не так много, где-то раз в месяц, наверное, приходится разговаривать с ними, ну прям вживую. Ну старайтесь, можете найти какого-то друга в фейсбуке, добавить его, поговорить, пообщаться по скайпу, наверняка многим будет это интересно. Ну это такие общие советы, но запомните самое важное. Конечно, легко не будет, но вы должны поставить себе цель и постепенно шажок за шажком идти как бы к ней и достигать. Поэтому я думаю, мы все сказали, все что надо. Всем спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и увидимся в следующем видео. Пока!